Здравствуйте! С вами новости на Первом Гарагандинском. В студии работает Аналь Шалкарбек. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. В Тимиртау неизвестный предприниматель начал стройку гостиничного комплекса. Все бы хорошо, вот только гостиницу он собирается возводить перед пятиэтажным домом, жители которого против постройки. Поскольку расстояние между будущим отелями с жилым домом составляет всего 9 метров вместо положенных 15. Тимиртауцы не раз обращались за помощью в местный Акимат, однако все тщетно. Тимиртау по белому написано, нет у него еще проекта. До 15 февраля сказали. Эти люди живут здесь почти полвека и за все это время никогда не видели подобного безобразия. Сегодня они недовольны действиями предпринимателя, который, по их мнению, продолжает строить незаконный гостиничный объект. Возводится комплекс, говорят они, не по строительным нормам. По закону расстояние между зданиями должно составлять не менее 15 метров, в связи с чем жители вышли во двор на акцию протеста. Еще документы не подписаны. Они находятся в архитектуре. Нам объяснила начальник, что подписать еще не подписано, ибо он не может высчитать, на каком расстоянии надо ответить. Проект еще не готов. Да, чтобы обеспечить освещенность квартир. А он уже грунт вычисляет. Как же так можно? Кто разрешил? По словам местных жителей, на самом деле здесь будет настоящее увеселительное заведение. Они беспокоятся о том, какое воспитание получат их подрастающие дети, которые увидят то, что будет твориться за окнами отеля. Вот рядом кафе, тут гостиница. И вечером это у нас будет действительно портнография будет. Наши дети в окнах все будут видеть. Обрадовать жителей вести о строительстве отеля законная владелица гостиницы приезжала еще в декабре. Но разрешение на стройку так и не показало. А это человек, который выкупил землю под строительство. Земля выкуплена. Вы выкупали землю тут, да? Да. Как вас зовут? Как меня? Ну, не важно. Я говорю, вы меня не снимаете. Меня... По факту незаконного строительства направлены обращения в компетентные органы. Однако удовлетворяющего ответа жители еще не услышали. Мы обращались к депутату. Я трижды ходила к нему. Никакого ответа не дал депутат. Обращалась в архитектор. В зеркало обращались. В зеркало как-то пришли, посмотрели и все, и замолчали. Я трижды ходила, давала бумаги, просила, чтобы записали нас к этому, к какему городу. Везде глухо. Никто ответ нам не дает. Нет. Потому что деньги решают все. Он, значит, деньгами. Мы не можем такими деньгами. У нас нет, мы простые жители. В ночь с 18 на 19 января православные христиане сего мира отпраздновали одно из главных религиозных событий – крещение Господне. Или, как его еще называют, богоявление. Сотни верующих пришли в места традиционных купаний для того, чтобы смыть с себя грехи и поправить здоровье. О том, как проходили крещенские купания в Караганде, расскажет наш корреспондент. Священнослужители предупреждали – нырять в воду следует не раньше полудня 19 января. В противном случае христианский обряд превратится в обычное моржевание. Однако первые купания прошли в Караганде уже с наступлением полуночи. Думая о целебных свойствах воды, люди пренебрегли просьбой церкви и, кажется, об этом не жалели. История праздника крещения Господня уходит своими корнями в библейские времена. По преданию Иисус Христос пришел на реку Иордан, дало принять на себя крещение от Иоанна и омытие в водах грехи человеческие. Обряд очищения от грехов прошел через века, сохранившись в людских сердцах. По традиции каждый желающий в этот день мог смыть с себя все грехи, три раза укунувшись в специально вырубленную и освещенную прорубь Иордань. Карагандинец Антон Сазонов приехал в Центральный парк со своей семьей и друзьями. Очищение в Иордане для них уже стало традицией. Ну что, каждый год купаемся, уже четвертый год, вода теплая, все хорошо, настроение отлично. Праздник, крещение, поэтому каждый год купаемся. Очищение от грехов можно было провести в озере Центрального парка, на Федоровском водохранилище, а также в городах Шахтингс, Садпаев, Балхаш и в поселке Жартас. Для всех желающих погреться по всей области в местах массовых купаний были установлены юрты. Также люди могли попить чай в специальных палатках. В этом году в 14 прорубях организовано дежурство спасателей. Кроме того, дежурят здесь также медики скорой медицинской помощи. Вот сегодня в Центральном парке организовано также поставили две юрты для обогрева, для переодевания купающихся. В этом году Караганда не увидела знаменитых крещенских морозов. Вследствие этого о мерах безопасности во время купаний жители области проинструктировали заранее. Следуя указаниям службы ЧАЭС, спасатели не допускали на льду большого скопления народа. Из-за аномально теплой погоды он недостаточно прочен и в своей толщине достигает не более 40 сантиметров. Но об опасности, кажется, охваченные чувством эйфории, карагандинцы и гости города задумывались в последнюю очередь. Слава Богу, обошлось без чрезвычайных происшествий. Марк Блюшко, Карат Рашитов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. С 1 февраля в Казахстане планируется беспошлино завозить электромобили. Кто-то уже сегодня готов пересесть в экологически чистый вид транспорта, а некоторые лишь питают иллюзии по поводу нововведения. Ситуацией разбирался Николай Кровец. Евразийская экономическая комиссия пришла к решению, что с 1 февраля жители трёх стран на протяжении двух лет могут не платить госпошлину за импорт электромобилей. Считается, что данная мера поможет людям побыстрее пересесть на экологически чистый вид транспорта. Подобное средство передвижения, оказывается, уже работало в нашем городе. Однако некоторые карагандинцы о нём ещё помнят и сегодня. Наши троллейбусы и наши трамваи, которые почему-то вот убрали, они действительно были намного экологичнее, чем автобусы. И намного экологичнее, чем просто автомобиль с электрическим двигателем, потому что они везли больше народу, используя ту же электроэнергию. То есть, на самом деле, мне кажется, что необходимо развивать электрический транспорт, конечно, но надо вернуть, может быть, наши троллейбусы и наши трамваи, то есть, не закрывать их совсем. Благодаря завозу электромобилей, как считает Юлия Калмыкова, лучше со здоровья карагандинцев. То есть, меньше людей будут подвержены различным заболеваниям, связанных с дыхательной системой. Это большой плюс для развития нашей страны. Хотя есть свои недостатки. Прежде чем развивать такой транспорт у нас в стране, нужно сначала позаботиться о развитии инфраструктуры для обслуживания таких электромобилей. Ужасно, конечно, скучаю. Во-первых, это бесшумный транспорт, то есть, ну, намного тише, то есть, и шумовое загрязнение у них тише, и они очень, как бы, экологичные для городов с большим населением. Я скучаю за нашими троллейбусами. Может, они были не самыми лучшими, надо было просто обновить парк троллейбусный. И вот тогда это вот действительно мощный, безопасный электромобиль, который может нас везти на работу, с работы, не используя маленьких электромобилей на четыре человека. А вот руководитель общества по содействию автомобилистам ОСА Руслан Лазута считает, что в Казахстане электромобили никто покупать не станет. Для этого не созданы необходимые условия. На то, чтобы стимулировать водителей, приобретать, граждан приобретать такие автомобили. Если этого ничего не будет, и развиваться это, естественно, ничего не будет. То, что нам сейчас говорят о том, что нулевые возные пошлины будут ставки, то они, в общем-то, тоже это, ну, это профанация. Ну, кому оно нужно, если не нету, кто сейчас, вернее, будет покупать автомобиль, если нет, где даже элементарно розетку воткнуть, чтобы подзарядиться. К транспорту на электрической тяге жители нашего города отнеслись по-разному. Кто-то уже сегодня готов пересесть в экологически чистый вид транспорта, а кто-то сомневается, что они станут полезными в нашем обществе. В принципе, оно может и неплохо, но как это будет выглядеть, мы-то не знаем. Чистый вид транспорта. Не, ну, я согласен, но не в нашем климате, поскольку с точки зрения экологии, то, конечно, да, мы выиграем, но сколько мы затрачиваем на производство той же электроэнергии для этого электромобиля никто не задумывает. И плюс наш климат не позволяет использовать электромобиль в полной мере. То есть мне, например, надо съездить в ту же Караганду, сам я из Тимиртау, мне запаса хода при минус 40 далеко не хватит. И инфраструктура в нашей стране, ну, не так сильно развита. Конечно, да, я за электромобили, но не с нашими доходами, не с нашими дорогами. На экологию это не повлияет, не скажется, потому что у нас и без того, эти все заводы, эти выбросы, они и так уже критические. А в первую очередь нужно еще обеспечить же заправками этих автомобилей. То есть это будет не очень удобно. Как покажут свою эффективность электромобили на дорогах нашего города, пока неизвестно. Но хочется верить, что данное нововведение будет действительно полезным для нашего города. Мировая практика доказывает, что это именно так. Николай Кровец, Олегин Рашидов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Субтитры создавал DimaTorzok Орион. Мы приносим радость в дом. В Караганде открыт новый торговый дом «Абсолют Казахстан». Название такого крупного торгового центра не случайно. Таким образом, руководство магазина решило подчеркнуть размеры и широкий выбор ассортимента различной продукции. Подробнее в следующем сюжете. На открытии торгового центра «Абсолют Казахстан»! Появление торгового дома «Абсолют Казахстан» можно считать подарком к 80-летию города Караганды. Руководство огромного магазина решило именно таким образом поздравить горожан с этим праздником. Задорный ведущий предложил торжественно перерезать ленточку, и покупатели наконец-то смогли попасть на верхние этажи, дабы увидеть, чем их может порадовать новый торговый дом. Увиденное их приятно удивило. Как заметил один из покупателей, что снаружи, что внутри, он великолепен. И правда, снаружи сражает на повал отделка, сделанная из прочного стекла. Внутри же приятные цены, услужливые продавцы-консультанты и красивая обстановка. В общем, все по европейским стандартам. Всегда стояла такая мысль, сделайте в центре города небольшой элитный современный торговый церковь, где не будут повторять все эти товары, где-то, которые находятся в руках. И люди в комфорте могли бы прийти в инфекции, приобрести те вещи, которые им понравились. Отличается нашим товаром. Мы такое направление вверх. Слабая половина человечества отправилась примерять золотые ювелирные изделия от известных дизайнеров. После этого прямым потоком дамы шли в бутики с одеждой. Туфли, вечерние платья и повседневная одежда удивили карагандинок приятной ценой, качеством и выбором. Три в одном. Не только женщины нашли в торговом доме «Абсолют Казахстан» искомое и желанное. Мужчины не смогли не пройти мимо отдела с парфюмерией и коллекционной одеждой. Карагандинцев приятно поразили не только товар, но и обстановка торгового центра. Высокие потолки, удобно располагающиеся бутики и хорошее обслуживание. Каждый горожанин в новом торговом доме смог найти для себя что-то свое. Вы знаете, мне в первую очередь я хочу посетить именно салон в косметике. Там, знаете, вот аромат, духи, там просто скилок. Внешний выбор – это мои вторые половинки. Внешний выбор – это все. Больше всего понравилось, наверное. Платья, отдел ювелирных изделий – очень большой выбор. Это очень замечательная обслуживание, открытие такое фееричное. Я рад за все прогонизирую, что у нас еще будет такой замечательный торговый центр. Помимо одежды, парфюмерии и ювелирных украшений, в торговом доме есть отделы с постельным бельем различной цветовой гаммы. Отдел с разными сортами чая и кофе. В общем, предоставил все необходимое горожанам. В день открытия покупатели имели хорошую скидку на любой товар. Абсолют Казахстан обещает радовать своих клиентов приятными ценами и качественным товаром и в последующие дни. Амина Смакова, Ужас Габасов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. В городе открыт второй филиал крупного детского магазина «Ерки Май». Широкий ассортимент детских вещей, большая площадь, удобное расположение и многое другое. Амина Смакова подробнее. Открытие нового филиала детского магазина «Ерки Май» произошло как раз к Новому году в торговом городе Таир. Руководители магазина устроили настоящее шоу для маленьких жителей Караганды. Конкурсы, танцы, песни и подарки были подготовлены специально для будущих покупателей. Торжественно перерезал ленточку и поздравил карагандинцев руководитель сети магазинов «Ерки Май» Александр Галиулин. Я очень рад, что мы открыли в этом городе уже второй магазин. Это говорит о том, что вы довольны первым магазином, надеюсь, будете довольны этим магазином тоже. Мы постараемся для вас всегда держать хороший ассортимент, низкие цены и качественные товары. Большая площадь магазина позволяет карагандинцам спокойно вместе с детьми выбирать товар, при этом не мешая друг другу. Детские коляски, игрушки, одежда, игры, помогающие развивать ребенка. Все это и не только по доступным ценам горожане смогли найти на полках магазина «Ерки Май». Для младенцев широкий выбор колясок, кроваток, одежды, детского питания и многое другое. Для детей постарше – школьные принадлежности, одежда известных брендов. Еще один немаловажный плюс для всех маленьких горожан – это огромный ассортимент мягких игрушек. Любимые герои диснеевских мультфильмов, полюбившиеся всем Маша и Медведь радовали детей. Руководство «Ерки Май» отмечает высокое качество и широкий выбор товара. У нас вещи есть, как из России, Белоруссии, Китая, разные поставщики. Ассортимент большой. Ассортимент действительно большой. Дети со скоростью света бегут в отдел с игрушками, а родители намерены скупить для своих чад чуть ли не всю одежду магазина. Словом, обновленный «Ерки Май» понравился карагандинцам. Мне нравится. Все в одном месте, все можно взять. Очень хорошо. Красиво, хорошо, все есть. Замечательный большой выбор такой. Открытие прошло на ура. Карагандинцы до самого вечера целым потоком заходили в магазин, а выходили уже не с пустыми руками. Детям и родителям раздавали мандарины и маленькие сувениры. Амина Смакова, Карат Рашидов, Бахтир Распанов, Первый Карагандинчик. Штормовое предупреждение объявлено в Карагандинской области. С 20 по 23 января в регионе ожидается резкое понижение температуры. Усиление юго-западного ветра с 17 до 22, местовые порывы до 30 метров в секунду. Одевайтесь теплее и берегите себя. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Такова была картина сегодняшнего дня глазами наших журналистов. До скорых встреч. Амаса Уголоса. Амаса Уголоса. Амаса Уголоса. Редактор субтитров А.Семкин